Кто является бенефициарным владельцем компании? Кому предоставляется информация о бенефициарах компании? И каков порядок предоставления таких сведений? Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео. Несколько слов о том, кто является бенефициарным владельцем компании. Бенефициарным является физическое лицо, владеющее прямо или косвенно через третьих лиц более 25% в капитале компании. Либо контролирующее действие компании, то есть физическое лицо, имеет возможность влиять на важнейшие решения компании. Например, заключение сделок, выдача займов, получение гарантий, кредитов и прочее. На практике нередки случаи, когда ИП зарегистрировано на номинальное физическое лицо, которое фактически не управляет бизнесом. Например, муж зарегистрировал бизнес на жену, хотя он осуществляет деятельность единолично. В таких ситуациях конечным бенефициаром будет физическое лицо, которое в конечном итоге управляет бизнесом. Запросить информацию о бенефициарах компании могут налоговики, Росфинмониторинг, банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и прочее. Компании могут получить такой запрос либо на бумаге по определенному формату, либо в электронном виде по ТКС. Как правило, такие запросы направляют налоговики. Порядок и сроки предоставления информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении них сведений прописаны в правилах, утвержденных постановлением правительства. Компания обязана предоставить сведения о бенефициарных владельцах в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. Такие сведения предоставляются по состоянию на дату, указанную в запросе. Если впоследствии компания обнаружила ошибки в ранее предоставленных сведениях, то не позднее трех рабочих дней со дня их обнаружения необходимо повторно направить откорректированные сведения. Компании могут предоставить ответ либо на бумаге, либо в электронном виде, подписав сообщение усиленной электронной подписью. Сведения предоставляются в произвольной форме. Если запрос направляет банк, то компания предоставляет сведения о бенефициарах по форме, разработанной банком. Игнорирование запроса банка чревато блокировкой счетов компании. Кроме того, банки направляют информацию в Росфинмониторинг. По общему правилу, компании обязаны регулярно, не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию. Хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарах сведений не менее пяти лет со дня получения такой информации. Эти требования не распространяются на учреждения органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, госкорпорации, компании, в которых более 50% акций долей в капитале принадлежит государству, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организационным торгам. Иностранные компании, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень Центрального банка. Международные организации. Иностранные структуры без образования юридического лица, организационная форма которых не предусматривает наличие бенефициарного владельца. В следующем видео мы поговорим о том, как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компаний. Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. И это еще не все. Если вы сидите в Инстаграме или Фейсбуке, мы тоже там есть. Аккаунты можно найти в шапке профиля нашего канала. И, конечно, подписаться. Аккаунты